Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Йод и зеленка – неотъемлемый атрибут каждой аптечки еще с советских времен. Мы привыкли замазывать ранки этими растворами, возможно, не до конца понимая разницу между ними. Многие не любят эти средства, потому что они могут испачкать одежду и надолго оставляют цвет на коже. Также йод и зеленка считаются пережитком дефицитных времен, когда в аптеках не было других антисептиков. И те, и другие по-своему правы. Но не надо отрицать того, что эти спиртовые растворы действительно помогают при ранах и повреждениях. Надо только знать, как их правильно использовать, тогда у вас не возникает никаких проблем. Сегодня мы расскажем вам, когда применять йод, а когда зеленку. У каждого из этих растворов есть свое предназначение и глупо утверждать, что это одно и то же. Простые рекомендации облегчат вам жизнь. Итак, поехали, дорогие друзья! Запомните раз и навсегда, йод нельзя наносить на открытую рану. Наносите это средство на здоровую кожу вокруг поврежденного места, чтобы микробы не попадали вовнутрь. Йод очень сушит кожу и даже может вызвать ожоги. Йод можно использовать при обработке прыщей на жирной коже, чтобы их немного подсушить. Зеленка, либо раствор бриллиантово-зеленого – средство более щадящее, чем йод. Она не сушит и не сжет кожу, а способствует заживанию кожи. Зеленку можно наносить на открытую рану. Ею можно смело пользоваться, если у вас чувствительная кожа и не бояться ожогов. Еще одно преимущество зеленки перед йодом – это то, что она предотвращает нагноение в ране, поскольку она препятствует попаданию влаги в рану извне, а также перекрывает доступ анатомическим жидкостям. Стоит напомнить о том, что йод и зеленка предназначены для заживления неглубоких повреждений. Если рана глубокая, то максимум, чем вы можете помочь себе, обработать ее перекисью водорода, чтобы устранить загрязнение, а потом обратиться к врачу. Не надо наливать туда цветные антисептики, так как новый окрас кожи усложнит осмотр врачам, которые будут предоставлять вам помощь. А как вы используете йод или зеленку? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в инстаграме и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!